Техническое описание кода неисправности OBD2, утрачена связь с модулем управления навигацией, что это обозначает? Это общий код неисправности системы связи, который применяется к большинству моделей и моделей автомобилей OBD2, этот код означает, что модуль управления навигацией, NSM, и другие модули управления на транспортном средстве не связаны друг с другом, Схема, наиболее часто используемая для связи, известна как связь по шине сети контроллера или, проще говоря, по шине SIN, без этой шины SIN модули управления не могут обмениваться информацией, и ваш диагностический прибор может не иметь возможности получать информацию от автомобиля, в зависимости от того, какая цепь подвержена влиянию, модуль навигационного управления обычно расположен за приборной панелью, обычно в центре транспортного средства, Хотя в некоторых транспортных средствах он может быть установлен в багажнике, он получает входные сигналы от различных датчиков, некоторые из которых подключены непосредственно к нему, большинство отправляется через систему связи по шине Эти входы позволяют модулю отображать правильную информацию о маршруте, действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа системы связи, количество проводов и цветов проводов в системе связи, серьезность кода и симптомы Серьезность в этом случае всегда серьезна из-за проблем безопасности, которые возникают из-за возможности НСМ давать неправильную навигационную информацию Симптомами кода У0163 могут быть, навигационная система без информации, пустой экран, навигационная система не работает Причины, как правило, причины для установки этого кода Обрыв в шине СИН плюс цепь, разомкнут в шине СИН цепь Короткое замыкание на источник питания в любой цепи шины СИН Короткое замыкание на массу в цепи шины СИН Нет питания или заземления для модуля НСМ Редко, неисправный модуль управления Диагностические и ремонтные процедуры Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания ТСБ для вашего конкретного автомобиля Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением Выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики Во-первых, обратите внимание, есть ли другие диагностические коды неисправностей Если какой-либо из них связан с коммуникацией шины или аккумулятором, зажиганием Сначала диагностируйте их Известно, что ошибочный диагноз возникает Если вы диагностируете код У0163 до того, как какой-либо из базовых кодов был тщательно диагностирован и отклонен Если ваш диагностический прибор может получить доступ к кодам неисправностей А из других модулей вы получаете только У0163 Попробуйте получить доступ к модулю управления навигацией НСМ Если вы можете получить доступ к кодам из НСМ То код У0163 является либо прерывистым, либо кодом памяти Если не удается получить доступ к НСМ, тогда активен код У0163, который устанавливают другие модули, и проблема существует Наиболее распространенной неисправностью является потеря питания или заземление модуля управления навигацией Проверьте все предохранители, которые включают модуль НСМ на этом автомобиле Проверьте все основания для НСМ Найдите точки заземления на автомобиле и убедитесь, что эти соединения чистые и герметичные Если вам нужно, снимите их Возьмите маленькую щетиную щетку и раствор пищевой соды, воды и почистите каждый, как разъем, так и место, где он соединяется Если был произведен какой-либо ремонт, удалите диагностические коды неисправности из памяти и посмотрите, возвращается ли код У0163 или можно ли связаться с модулем НСМ Если код не возвращается или связь восстанавливается, то, скорее всего, ваша проблема связана с предохранителями, соединениями Если код возвращается, найдите коммуникационные соединения шины СИН на вашем транспортном средстве Наиболее важен разъем НСМ, который обычно находится за приборной панелью, обычно в центре транспортного средства, хотя в некоторых транспортных средствах он может быть установлен в багажнике Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора перед отсоединением разъема на модуле НСМ После обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку, ищите царапины, протирку, оголенные провода, ожоги или расплавленный пластик Разъедините разъемы и тщательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов, посмотрите, выглядят ли они сгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию Используйте очиститель электрических контактов и пластиковую щетиную щетку, если требуется очистка клемм, дайте высохнуть и нанесите диэлектрическую силиконовую смазку в местах контакта клемм Перед подключением разъемов обратно к НСМ выполните эти несколько проверок напряжения, вам нужно будет иметь доступ к цифровому вольтметру, DVO-M Убедитесь, что у вас есть питание и заземление в НСМ, получите доступ к электрической схеме и определите, где основные полномочия и основания входят в НСМ Перед продолжением подсоедините аккумулятор, при этом НСМ все еще отсоединен Подсоедините красный провод вашего вольтметра к каждому источнику питания B+, напряжение батареи, поступающему в разъем НСМ, и к черному проводу вашего вольтметра с хорошим заземлением Если не уверен, отрицательный заряд батареи всегда работает, вы должны увидеть показания напряжения батареи, убедитесь, что у вас есть хорошие основания Подсоедините красный провод вашего вольтметра к положительному полюсу аккумулятора, B+, а черный провод к каждой цепи заземления Еще раз вы должны увидеть напряжение батареи при каждом подключении Если нет, устраните проблему с цепью питания или заземления Затем проверьте две цепи связи Найдите SINB+, или цепь MS-SIN+, и SINB, или цепь MS-SIN+, Подключив черный провод вашего вольтметра к надежному заземлению Подключите красный провод к SINB+, при включенном ключе и выключенном двигателе Вы должны увидеть около 0,5 вольт и слегка колебаться Затем подключите красный провод вольтметра к CPSINB Вы должны увидеть примерно 4,4 вольт и слегка колебаться Если все тесты пройдены и связь по-прежнему невозможна Или вы не смогли очистить код ошибки U0163 Единственное, что можно сделать, обратиться за помощью к квалифицированному специалисту по диагностике автомобилей Так как это может указывать на неисправный NSM Большинство из этих NSM должны быть запрограммированы или откалиброваны для правильной установки автомобиля